Заболевания хотят узнать, как вылечиться, да, в Сочи показывать этот репламент пока сейчас смысла нет. Соответственно, ну и плюс там есть климатические какие-то отклонения, и для планирования бюджета, для планирования правильного распределения по географии, вот, мы выдали гипотезу, да, что есть некая корреляция, да, между тем, как изменилась погода и сколько людей завтра заболеет там в этом городе. Соответственно, гипотезу проверили на предыдущих данных, там, слава богу, данных там по истории забросов, там, средств от Антонта и так далее, за год они есть в Яндексе. История, как в это время погода менялась, она тоже есть, соответственно, построили модель, ну и получилась тоже, действительно, корреляция присутствует между тем, там, как поменялась там влажность, ну, в итоге, больше всего влияла влажность и изменение температуры, там, что-то типа, ну, 5 градусов, то есть, ну, в принципе, 30 градусов. То есть, вывесел на конечных дарах на открытых бездарных зубчатых? Конечно, то есть, да, заказчик, как сказать, хотел увидеть готовый результат уже, вот, и в итоге, соответственно, у нас получилась моделька, которая, ну, мы знаем, что если там сегодня, там, так как поменялась погода и там пошел дождь, там, в этом городе, ну, мы разбили по федеральным округам, вот, то, соответственно, там, завтра количество людей, которые будут спрашивать, что они заболели, оно гораздо больше. Соответственно, мы заранее увеличили бюджет на рекламную кампанию, теперь распределяли их там, ну, как бы там, сколько там видео на ютюбе и так далее, ну, там были коэффициенты, вот, там полностью убирать и было нельзя, вот, и, соответственно, ну, получилось, что, ну, распределение было достаточно эффективное, то есть, мы сумели, соответственно, реклама, ну, не прекращалась, да, то есть, когда там был повышенный спрос, а когда, наоборот, там была хорошая погода и люди не болели, ну, там, соответственно, показывал по минимуму в рамках, ну, так сказать, среднего колодия. Ну, вот такая мы начинали делать, не знали, про кейс с электронными ценниками, и, который сейчас автоматически меняется в супермаркете, и с повышением цены на зонтики во время дождя. Нет, вот это я не знал. Кстати, кто-то использует, ну, разное заверное, я только использую. Вот, я слышал, что вроде как даже, ну, скажем так, идея была, то, что это использовал, по-моему, Липтон, да, то есть, своя рекламная компания, там, что-то в том году, что ли, когда-то, когда они, типа, когда погода повышалась, они показывали гораздо больше свою рекламу, и, типа, как у них там супер это выросло, это, ну, как угловый такой кейс, вот, и, соответственно, сейчас, вот, ну, буквально, там, не знаю, то ли месяц, то ли два назад Яндекс, они, типа, сделали поправку, типа, на погоду, то есть, сейчас, ну, они позволяют, там, в зависимости от достатка и всего прочего, вот, но мы, соответственно, реализовали еще до того, как Яндекс это сделал, то есть, плюс, ну, такое новшество, то, что мы сумели предсказать, вот, точность предсказания, там, была, что-то, типа, там, 80%, то есть, ну, достаточно высокая, то есть, вот, зависимость, ну, на исторических данных, вот, достаточно высокая получилась. Я знаю еще одно медицинское исследование, не медицинское, а, как раз, по фармацевтике, там выяснили, что больше всего заболеваемости, вот, соответственно, обращение за лекарствами, а при переходе температуры через ноль. Ну, логики, кстати. Вы же можете, типа, задумываться. Там еще, наверное, важно, насколько резко изменилось в колебании. А у вас фармацевтическая компания, где-то, заказчик? Заказчик, да, Сиалор, это средство отраспорка, они где-то... Просто можно было еще предложить, еще перед этим, когда температура только изменится, еще витамины сначала дефламируют, например, антажка, типа, нет, арматур. Да, 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 да. То есть, мы знаем, что не поможет, потом еще и продаваться. Нет, ну, тут конкретно был продукт, да, зависимым средством отраспорка, поэтому мы вот именно на эти. Так, в принципе, ну, мы предположили, что, на самом деле, там, изменение давления должно влиять, там, на всякие, там, головные боли, вот это, то есть, ну, это пока, скажем так, это пока не было случая проверить эти гипотезы, вот, но идея была такая. Мы тоже решали с погодой, выдвинули гипотезу, мы делали, пытались предсказать, куда переключатся майнеры, с какой монетой, на какую, где упадет сложности. Мы для була мы делали, это облагоритом какой-то большого була, и мы выдвинули гипотезу, что, скорее всего, мы вообще долго испытали эти данные, и это вообще, это правда долго, хотя бы, почему они переключаются, да, вообще, мы всегда непонятно. Мы решили, что, может, поможет нам погода, потому что все, в основном, крупные майнеры сильно завязаны, если очень тепло в регионе, где все первые стоят, то у них там, скорее всего, полный головняк, нервяк, и они теряют деньги все время, и, скорее всего, в этот момент они будут больше склонны к тому, чтобы переключаться на самый дорогой, но нету сейчас, чем успокоить, но не подтвердилось. Новости. 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 Да. Мы уже в новости сами. Сигналы. Сигналы. Нету привиляции. Мы делали позитив, негатив, упоминания. Стоимость. Стоимость. Но это все так же, возвращаясь к вопросу про проверку. Гипотезы. Гипотезы. Вот. Но про погоду я слышал хорошее приведение. Кейс имел одна сеть финансиатров. Они там делали сетку, и там в зависимости в том числе от погоды, от праздников, и еще от футбольных матчей, они делали корреляцию, такие фильмы как достались. Потому что реально с этим очень сильно связано. У них там была задача повышения количества денег, которые в среднем в неделю зарабатываются. Ну и там как-то поставить зловещие мертвецы в субботу, в пятницу вечер. Вот. Но там опять же с проверкой было все очень просто. То есть у них до момента начала всей этой истории, у них уже кто-то пытался сам человек это делать. То есть был человек, который сидел и составлял сетку. И они просто то, что делал модель, они сравнилили с работой человека. Да, и там четки есть, что они на 25% повысили количество денег. Но он опять же перебрав на 5 или 6 месяцев. Не, ну проверка. Там же, как правило, берется вот этот тестовый выбор, контрольный. Да, то есть проверяют всегда на ретроспективных данных. Но там, конечно, тоже бывают нюансы, да? То, что... Они сначала сделали на ретроспективных, а потом приходит отлично просто в параллели с системой. Ну, это идеально, да. И они говорили, что вот если вы послушали нашу систему, то вы заработали бы там на 100 рублей больше. Через 4 месяца просто накопили эту статистику. Они ее запустили и рекомендуют. Это, я уже читал, Airbnb сейчас делает рекомендательную для... То есть, когда вот я публикую там свой... Ну, там хочу, типа, сдать свою квартиру, да? То есть Airbnb мне говорит, типа, хорошо, вставай, типа, по такой цене, по 3 тысячи в сутки, например. Вот, я могу согласиться, могу отказаться. И потом они сравнивают, условно говоря, если я отказался, поставил по 4, и они проверяют, типа, ну сумел ли я ее сдать. То есть, вот это как раз там прикольно, да? На самом деле, сейчас это даже Авито делает. Когда вы, чем вы попадаете на Авито, он говорит, что вот такую штуку все продают там на 100 рублей. Вот. Они это принадлежат полгода назад. А года три назад это принадлежат у себя чебутник. То есть, они как бы... То же их история. То есть, у них, во-первых, вот это, а второе, об этой стрелке. То есть, любое новое изменение, оно запускается сразу на ограниченном буре клиентов, не на всех. Вот. И они дальше сравнивают эти две истории. И если они видят, что количество денег снижается, то это автоматически отказ просто назад. То есть, тут пул, как бы опять на дефолтную. И разработчику отсылается кейс, типа, разбирайся. Вот ты внедрил там, и вот решил, например, что надо цену сделать побольше, а картинку поменьше. Да, мы это там внедрили, а вот пошло падение денег, да? Такие проверки надо делать однозначно. Но это уже довольно длительное, получается, отношение с заказчиком. Надо его будет еще определить, потому что мы потом еще с ним останемся, еще будем долго. А это же денег стоит. Ну, это да, но это зависит. Но это надо, по сути, воспитывать длительных заказчиков. Потому что все заказчики, они хотят всего сразу прямо сейчас. Мы хотим, чтобы у вас была модель, которая по фотографиях отделяет вес свиньи с точностью 95%. О, и все. По фотографии платите свиньи. По фотографии.